Остается лишь четверть от общего количества членов 8 стран, с которыми мы еще не заключили подобной декларации. При этом большинство из этих стран уже выразили нам поддержку. Осталось это лишь изложить на бумаге. Мы должны как можно быстрее выйти на финишную прямую к членству в Альянсе. От саммита НАТО в Вильнюсе до юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне, во время которого мы рассчитываем получить официальное приглашение. Остается не так много времени. Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины в Facebook. Я напомню, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Альянс согласился отменить план действий по членству для Украины. Вместо этого Киев получил многолетнюю программу поддержки, которая поможет перейти от советских к натовским стандартам тренировок и доктрин. Также был создан новый совет Украина-НАТО, который уже стал платформой для консультации и принятия решений по членству Украины в Альянсе. По словам Генсека НАТО, Енца Столтенберга, Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены соответствующие условия. Для вступления в НАТО Украина готова обменять только российский город Белгород. Но такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании. Украинскому лидеру журналисты задали вопрос о возможных территориальных уступках ради членства в Альянсе. Зеленский же исключил какие-либо торги украинскими территориями. Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО.